Меня зовут Владимир Унец, а это новый выпуск «Смотрите сами». Подробный анализ событий, приправленный выводами, а не домыслами, я обещаю, будет интересно. Ну а с вас лайк этому видео, подписка и за комментарий отдельное спасибо. Давайте вести диалог. Что ж, поехали. ИГИЛ, украинский след и обездоленная Лариса Долина. На прошлой неделе произошел какой-то странный движ вокруг одиозной одесситки по происхождению и путинистки по призванию Ларисы Долины. Все мы знаем, как Долина любит деньги и Путина. Медали и награды спецпропуска, которые автоматически отмазывают российскую певицу от штрафов за нарушение на дороге. Если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила, мне его выдал наш самый главный гаишник России, меня не имеют права останавливать, мою машину вообще. Жизнь, о которой можно только мечтать. И тут в интернете появилось сообщение о том, что Долина продала свою элитную квартиру, а все деньги, это 150 миллионов рублей на секундочку, передала Азову, которую в России называют террористической группировкой. Тут, как говорится, дала в штангу. Ну или выражаясь языком ее соотечественников, всякое бывает. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. На самом деле, конечно, нет. Ее, как сама говорит Долина, обманули мошенники. Но и тут есть украинский след. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей. А на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение. Долина якобы получила 150 миллионов рублей. Правда, по другим сообщениям, 112 миллионов. От граждан, которые купили у нее квартиру площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники. Новые владельцы уже пришли в элитный квартал. Но охранники их туда не пропустили и вызвали полицию. Как выяснилось, неизвестные лица убедили певицу перечислить деньги на определенный счет. И теперь она решила отменить сделку по продаже имущества. Кроме того, российские журналисты обратили внимание на аккаунт, доленный в Инстаграм. В риелс-аккаунта появилось видео с благодарностью, которое прокремлевская певица получала от сил обороны Украины. Указывалось, что она перевела все средства на выпуск дронов для ударов по Вооруженным силам Российской Федерации и на 12-ю бригаду НГУ. Ну, собственно, АЗОВ. На момент подготовки этого выпуска эти сообщения были удалены. Как и сам аккаунт в Инстаграме. Так и хочется сказать, что ж ты, долина, сидишь в запрещенном-то в России экстремистском Инстаграме. Ну и, наверное, деньги тоже не надо переводить на так называемые безопасные счета. Уж давно пора этому научиться. А так как в детском садике, честное слово, того, гляди, еще раз такое случится, так Путин и медаль-то заберет. Кстати, телеграм-канал БАЗО выкинул в сеть фотографии интерьера той самой долинской квартиры. Вот они. Смотрите сами. Эстетику, конечно, оценивать только вам. Но в интернете тут же появились шутки, что ответственность за дизайн этой самой квартиры официально взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Господи, хорошо, хоть тут не украинский след. И на том, как говорится, спасибо. Спасибо.